Уважаемые друзья! И они этого заслуживают не по мнению руководителей университета. Вот я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. У нас главное мнение – это студенты. Вот ваше мнение в этих выборах будет главным. И когда мы говорим о том, что вы будете выбирать среди студентов, вы будете выбирать среди преподавателей, нам очень важно, чтобы и мы понимали, кто из преподавателей достоин такого высокого звания, как люди МГПУ. Первое. Это новая номинация этого года. Это преподаватель года. Вы видите, какая здесь формулировка. Выдающиеся достижения в 2019 году в педагогической, профессиональной или исследовательской деятельности. И неоспоримый авторитет среди коллег и обучающихся. Вы здесь главные действующие лица. То есть здесь вам придется очень серьезно поработать. И мы надеемся на то, что этот выбор будет объективным. Что вы не выберете преподавателя, который, глядя вам в глаза и не спрашивая ни о чем, ставит отличные оценки. Что вы выберете преподавателя, у которого вы действительно чему-то научились, которого вы хорошо знаете и которого вы считаете удостойным такой премии. Вот с преподавателями у нас такой тайминг выдвижения. Сначала до 29 февраля вы будете выдвигать кандидатуры. Потом мы будем рассматривать эти кандидатуры в марте. И в апреле будет подведен итог. Премии лучшим преподавателям будут вручены на торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию университета. Мы планируем эти торжественные мероприятия проводить, заключительные торжественные мероприятия проводить где-то в мае. Следующая номинация, ну вот это уже ваше. Это и волонтеры, и спортсмены, и лидеры, и исследователи, и артисты, и выдающиеся достижения года, и студенческая организация года, и проект года, и автор года. Вот здесь точно будете выбирать только вы. Я хочу отметить, что в прошлом году вы выбирали из своих институтов. Сегодня у вас другая возможность. Сегодня вы можете предложить кандидатуру из любого института, по любой номинации, из любого института. То есть у нас сегодня выборы такие про все и абсолютно из всех институтов. Это могут быть институты, которые реализуют программы высшего образования, наше среднее профессиональное образование. То есть вы выберете тех ребят, которые, по вашему мнению, достойны вот таких премий. Здесь немножко другой тайминг. Здесь мы с вами должны в марте завершить эти выборы, подвести итоги, и так же, как в прошлом году, торжественно вручить лауреатам этих премий призы и награды. Появилась еще одна номинация. У нас, вы знаете, вот коллеги говорили вам о том, что университету 25, и у нас уже очень многие выпускники, которые внесли большой вклад и в развитие университета, и сегодня вносят вклад в развитие города, в развитие России. Поэтому эта премия тоже будет очень интересна. Ну и, конечно, для работников. Но вот здесь уже будут выбирать не студенты, вы у нас не работаете с административным аппаратом. Это уже задача институтов и задача оргкомитета. Если кто-нибудь у нас останется работать после окончания института, я думаю, что у вас есть прямая возможность участвовать и в выборе своих коллег. А вообще, вот Виктор Васильевич говорил о том, что у нас уникальное учебное заведение. Я вам скажу, чем оно еще уникально. Что с нами случилось за 25 лет? Сегодня в наш университет может прийти пятилетний ребенок на программы дошкольного образования. Потом закончить школу, бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторантуру. И защититься в нашем диссертационном совете и выйти либо из стен нашего университета, либо остаться у нас преподавателем, уже доктором наук. У нас есть все. Ну и, наконец, я предлагаю вам вспомнить, как это было интересно в прошлом году. Я надеюсь, что в этом году это награждение будет не менее интересно, а лучше бы еще более интересно, потому что нам 25, и мы все работаем под этим лозунгом. И я желаю вам всем успеха. Я желаю каждому из вас стать лауреатом вот этого нашего конкурса. Всем удачи, успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!